550, еще 570, весы сломали. Водолазы достали со дна озера Чебаркуль крупнейший фрагмент метеорита, упавшего в Челябинской области зимой этого года. Осколок массой около 500 килограммов зацепили лебедкой и доставили на берег. Это папа тех самых кусочков, которые мы раньше находили. Или мама. Или мама. Ну папа, все-таки метеорит папа. Так что подходит. Вот она, эта корочка черная. Да, да. Сходится, правильно. Так что это космический пришелец, который к нам в гости пришел. Вот этой частью его обдиралось, вещество. То есть летел, скорее всего, вниз вот этой частью летел. Небесное тело с дна Чебаркуля поднимали несколько недель. Ходу работ мешал большой слой ила. В рамках экспедиции удалось достать 13 камней, часть из которых ученые уже признали осколками метеорита, получившего имя Челябинск. Самый большой из уже опознанных фрагментов весил почти 5 килограммов. Но главной задачей операции с самого начала было поднять объект, массу которого предварительно оценили в полтонны, а диаметр в метр. Радость, естественно, большая. Но на самом деле, первично все-таки это охотничий инстинкт, который нам от предков достался. То есть это поймать самого большого зверя, самого необычного. И вот это вот в первую очередь движет нами. А вот уже ценность научная, я все-таки считаю, она на втором плане идет. Самый большой из найденных фрагментов метеорита, по словам губернатора области Михаила Юревича, теперь будет храниться в музее Челябинска. Полностью операция обошлась в миллион шестьсот пятьдесят рублей приблизительно. Я думаю, что на этом будут окончены работы, а мелкие куски уже пусть забирают туристы, которые, может быть, будут стараться их самостоятельно достать. Хотя на дне очень большой слой ила. Метеорит упал в Челябинской области 15 февраля 2013 года. Взрывная волна выбила окна более чем в семи тысячах зданий. За медицинской помощью обратились более полутора тысяч человек. Редактор субтитров А.Семкин